Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые подписчики! Благодарю вас душевно, что смотрите мои публикации, поддерживаете лайками и комментируете. Самое главное дело, которое я считаю необходимо сделать на зимних каникулах нам, взрослым, это подружиться со своими детьми. Возможно, сейчас кто-то скажет, ну, у нас и так, в общем-то, нормальные отношения. Я думаю, что мы с вами очень часто заблуждаемся, когда так говорим. Ну вот, смотрите, вы знаете, в какие игры играет ваш ребенок? Вы знаете, какой контент он смотрит на видеохостингах? Я думаю, что эти ответы повисли без ответа. Ну, нехорошо и неплохо, дорогие мои. То есть, что я хочу предложить? Я хочу предложить наладить отношения с подростком по нескольким аспектам. Ну, во-первых, обратить внимание на положительные черты и в течение всех каникул подчеркивать, что классно, что ты умеешь это делать, здорово, что у тебя там вот это получается. То есть, хвалите, хвалите, еще раз хвалите. У подростка тогда будет желание делать еще что-то хорошее, следовать каким-то полезным рекомендациям, приобретать полезные привычки. Дальше следующий момент – это сотрудничество. Очень важно что-то вместе сделать руками. То есть, какой-то, может быть, продукт, может быть, вы приготовите какой-то там, я не знаю, новогодний торт вместе, может быть, вы вылепите снежную бабу вместе с вашими детьми, может быть, вы вместе скатитесь там с какой-то высоченной горки, и у вас создастся вот такая вот эмоциональная связь совместного достижения чего-то. Вот это очень важный момент. Мы же с вами помним еще незабвенный. Кот Матроскин говорил, что труд, он объединяет людей. Соответственно, что-то нужно вместе с ребенком сделать, какой-то вот, условно говоря, мини-проект. Следующий момент, после того, как мы наладили человеческие отношения, что-то совместно сделали, это общий контент. То есть, узнайте, что ребенок смотрит, хотя бы из видео. То есть, я всегда предлагаю сделать вот такое вот совместное мероприятие, просмотр какого-то видеоролика, просмотр там фильма, может быть, родителей и дети. То есть, что-то предлагают посмотреть родители, что-то предлагают посмотреть дети. Родители как раз могут предложить материалы бесплатного курса «Молодые львы», который я сейчас активно рекламирую. Пожалуйста, берите, пользуйтесь. Там есть классные, совершенно замечательные видосы, которые отвечают на вопросы современных подростков. Там, как поставить обидчика на место, как научиться себя уважать, как справиться с ленью, как стать человеком, уважаемым в классе, ну и так далее, и так далее. Вот эти все социальные штуки, они крайне важны, и они, в общем-то, бесплатно. Берите и пользуйтесь. Можно вместе с ребенком посмотреть, можно посмотреть то, что предложит ребенок, но самое главное, я хочу вас предупредить, дорогие мои, ни в коем случае не осуждайте и не обсуждайте в негативном контексте. Вполне возможно, что ваш ребенок смотрит там что-нибудь типа аниме. Аниме достаточно бывают жестокие эти мультики, там куча кровищи, отрубленные, так сказать, головы, руки, ноги. Понятное дело, что у любого нормального взрослого человека это вызовет определенное отторжение. Вот, поэтому ни в коем случае не показывайте, что вам не понравилось. Вы можете просто спокойно задать вопросы вашему ребенку, что тебе тут нравится, чему ты тут учишься, а как бы ты поступил на месте главного героя. Понимаете, то есть не осуждать, а втянуть в беседу молодого человека, для того, чтобы понять систему ценностей и в конечном итоге оказаться на одном поле ценностей вместе со своим сыном или дочерью. И вот это наша главная задача. Потому что когда у нас возникают трения из-за, допустим, там школьных будней, то как раз получается, что одна система ценностей против другой системы ценностей. Мы-то с вами понимаем, зачем нужна школа. У нас есть этот опыт. У детей они это не понимают, и поэтому у нас постоянно происходят определенные, скажем так, конфликты, конфронтации. Чтобы этого не допустить, нужно больше эмоциональности. Нужно внести в отношения больше хороших, приятных моментов. И последняя рекомендация на сегодня – это научить ребенка чему-то, что вы умеете. Я не знаю, стоять на голове, садиться на шпагат, отжиматься от пола, подтягиваться. Не знаю, я уверен, что у каждого человека, который смотрит сейчас меня, есть какие-то умения. И вы могли бы этим умением поделиться с вашим ребенком, для того, чтобы ребенку было весело, интересно и прикольно. Помните, дорогие взрослые, что нашими детьми управляет восхищение. Другими словами, хайп. Восхищение. Научитесь восхищать ваших детей, и вы увидите, насколько повысится у них успеваемость в школе и улучшатся ваши отношения. Большое спасибо за внимание. Всем желаю счастья, здоровья. Ссылка на бесплатный курс будет в описании к этому видео. Пока!